Заканчивается 2019 год. На улице декабрь, небольшой снежок летит, и у нас предпраздничное настроение. И кто нам приходит на ум, когда мы хотим в живописи просмотреть такую ситуацию новогодних праздников, рождественских пирожек, каких-то игр зимних. Конечно же, Питер Брейгель. Помните его знаменитую работу «Охотники на снегу»? Мы стояли недавно с Владимиром возле этой работы в Вене, в Музее истории искусств. Питер Брейгель своими чудесными композициями просто завораживал. Отойти от этих работ невозможно, потому что гений художника обеспечил нам возможность оказаться внутри этой картины. Мы как бы зашли туда и смотрим, где бегут собаки, где идут охотники, в которых слабый был навар после их охоты. Где-то крестьяне жгут хворост, где-то катаются на коньках пацаны и девчонки, да, играют в какие-то игры. И, конечно же, на горизонт уходит такая зимка прекрасная голландская. А у нас будет зимка того места, где мы живем. Но мы все понимаем, что земной шаг не такой уж и сильный большой, и что мы можем в любой момент оказаться то ли в Альпийских горах, то ли в Альзасе французском, да, то ли в Голландии оказаться среди этих не сильно остроконечных и мягких гор. И, конечно же, деревья охраняют все это пространство, да, переход до одного горизонта в другой. А помните, как мы с вами написали картину «Дорога на горизонт»? После того, как мы с Владимиром побывали в Польше и увидали эти многоярусные домики с черепичкой, мы сделали из них набросочки. И просто, используя принципы Питера Брегеля, мы с вами увели пространство вот дороги, как будто мы туда скоро пойдем или поедем и окажемся на этих заснеженных вершинах. А вокруг нас будет портрет земли, где-то домики сельские, где-то замчики каких-то дворянских семей, где-то лесочки, где-то чуть-чуть еще зеленушка. А на переднем плане, конечно же, залитый каток, конечно же, кусочки нерастаявшего снега, лысые деревья, которые показали, наконец-то, свою графику изумительную. Деревья же не показывают свою графику, когда они в листве летом, да, листва преобладают. Но зимой и осенью деревья как бы исповедуются перед нами и показывают всю свою графическую красоту. Поэтому деревья одни из главных героев наших картин. И вот мы с Володей пробуем, каждый год мы пробуем подражать Питеру Брегелю, да, чтобы попробовать нарисовать какой-то праздник зимний, зимку какую-то, да. Вот эта вот работка, там, где летит снег и собираются какие-то группы людей среди заснеженных домиков. Она небольшого размера, но туда заходишь и становится холодно. Как будто ты этот человек, который там тусует среди этих всех зимних, ну, красот. Вот, вот, а это Питер Брегель-младший. Но здесь я хотела вам показать, он следовал за своим отцом, здесь хотела показать разнообразие цвета на какой-то крестьянской свадьбе или крестьянском празднике, да. Ну, вот, еще тоже какой-то голландский мастер, который тоже последователь Брегеля, показывает, что домишки тоже могут быть хорошего, красивого цвета. И что только люди не делают, чтобы себя развеселить во время зимних праздников. Вот, а мы с вами, а мы с вами, помните, захотели написать такую ситуацию, вспомнив наши детские игры, что мы творили во дворе, зимнюю чехарду. Помните, и в снежки кидались, и намыливали друг друга, и за пазуху снег забрасывали, и вытрушивали замерзшие шубки, да. А помните наши варежки, которые превращались просто в какие-то обледенелые каменные кусочки, и мы их отогревали где-то на печках, вытрушивали, чтобы они нам чуть-чуть еще послужили в наших детских играх. Чехарда, что такое чехарда? Это когда дети перепрыгивают друг друга. Паша, ну покажи. Вот рисунки сделал Владимир, вот с движущихся людей. У нас очень много спортсменов знакомых, и мы ходим на спортивные соревнования, и вот чуть-чуть Вовочка начал зарисовывать человека в движении, может быть, похожего на то, что творится зимой с людьми. Вот типа на лыжах бежит, этот типа снежную бабу вот лепит, это может быть кидает, допустим, знаете, когда лепят снежную бабу, иногда тоже бросаются снежками. Так, этот разбежался, может быть сейчас, если на коньки поставить, так он поедет, так. Этот играет в какие-то, какую-то доской отбивает снежки, этот на санках катится. В общем-то, и вот такие, и вот такие зарисовки тоже нам нужны, когда мы мысль запоминаем и записываем, что мы все-таки хотим сказать людям своей картиной. Каким образом мы хотим одеть? Вы видите, вот эти все рисунки, они обнаженных, да, натур. Но мы с вами все-таки не знаем, какие одежды были в 18-17 веке, когда происходили, возможно, какие-то празднества. Поэтому мы с Вовочкой вот так немножечко дернули рисунков старых мастеров, да, и посмотрели, в какие одежды были одеты клоунессы, орликинки, просто дети, или, возможно, играющие какие-то шуты, циркачи. И мы у них будем, как говорится по-русски, тырить воротники, тырить головные уборы. Для чего? Современные, если мы в современную одежду оденем наших героев, то будет, как вам сказать, немножко скучновато, потому что мы теряем флёр историчности. А нам надо все-таки дернуть, чтобы этот праздник происходил когда-то, допустим, в 17 веке, да. И мы тогда сможем с вами поговорить о наших дедушках, о наших бабушках, о их детстве. И вот, пользуясь вот такими рисунками, которые мы делаем на натурном классе, посмотрите, мы как Лилю одели в такой балдахин льняной, да, и какую-то остроконечную шапку одели, и с падающей тенью, и какую-то тыкву дали ей в руки, и колокольчик. И всё, образовалась фигурка, которую мы, видите, чуть-чуть увеличили, и она у нас будет уже главной фигуркой в нашей композиции многофигурной. Что там происходит с людьми, да, как они там играют в снегу, что, возможно, вот такую фигурку дадим, да, но это, скорее всего, на январский мастер-класс, у нас там будет влюблённый повар, потом посмотрим, может, эту фигурку дадим. Вот Вовочка сделал, посмотрите, какую клоунессу, да, которая рождественский звон, да, проповедует, и звенят колокольчики, и вокруг происходит какое-то движение людей, которые радуются вот этим приходу зимних праздников. А вот клоунесса чуть-чуть прикорнула, уснула так, расслабившись, тоже можно такую фигурку ввести. Вы понимаете, что это натурное рисование, оно нам очень-очень нужно для наших композиций. А вот Вовочка, посмотрите, как графически взял эту клоунессу, и, собственно, и падающие тени одно целое, и уже объём идёт не только слева направо, но спереди и назад. А теперь наша задача – посоединять клоунессу, стоящую, с этими мальчиками или мужчинами, которые будут её окружать. Некоторые будут бежать на коньках, некоторые будут играть в чехарду. Посмотрим, какая из вот этих вот фигурок, да, подойдёт к нашей клоунессе, да, Что там будет вокруг неё происходить? Конечно, будет загораживание, обязательно будет загораживание одной фигурки, другой. Ну, я намерена в этот раз сделать многофигурную композицию на фоне пейзажа Тёрнера. Уильям Тёрнер, сейчас у меня пока нет этого пейзажа, но мы обязательно спечатаем с Вовой и вам пришлём. Уильям Тёрнер – это английский пейзажист, который превратил пространство пейзажа в одушевлённое существо. У него море бушует, у него небо заходит на песок, у него постоянно идёт движение, перемещение стихий. Я думаю, что мы используем цветовое отношение Тёрнера в подмалёвке, а потом начнём выстраивать по-брейгелевски пейзажи, уход на горизонт. Потом начнём выстраивать, исходя из фигурки клоунессы, будем выстраивать груду людей, которая что-то делает в снегу, в каких-то играх. То ли на санках, то ли снежную бабу делает, то ли на лыжах едет, то ли в чехарду играет. Посмотрим, какая фигурка, какой будет необходима. Нам надо вот такую вот сделать, как вам сказать, кутерьму и путаницу людей в какой-то горообразной композиции. Ещё раз вам говорю, чтобы написать многофигурную композицию, надо очень хорошо подготовиться. Мы с Вовочкой готовимся уже давно для того, чтобы написать картину, которая будет удовлетворять нас самих и с которой мы захотим просыпаться. Вот наша кровать, вот стена перед кроватью. Нам надо просыпаться и видеть ту картину, от которой нам будет, как по-украински говорят, лагерно, хорошо. Мы будем счастливеть от этой картины. Пока мы только двигаемся к этому пространству композиционному и ведём вас за собой, возможно, мы когда-то напишем гениальную картину вместе с вами. Продолжение следует... Здравствуйте. Продолжение следует... Здравствуйте.